раз раз меня слышно на задних рядах отлично добрый день добрый вечер значит сегодня мы будем говорить вот об этом мужественном человеке по крайней мере фото я когда его скачал не в том смысле что он такой же важный человек а в том смысле что существует некое понятие образа и я собственно сегодня об этом буду говорить с дельфином и в общем вот то есть на самом деле если вы в облете в гугле значит вот дельфин певец фото то есть большое количество фоток потому что дельфина больше 25 лет уже существует у нас на сцене такой уважаемый человек естественно его много отфотографировали много медийных презентаций существует вот мы там обнаружите одну довольно занятную вещь значит он почти никогда не улыбается то есть вот вы когда забьете это и вам вы получите выдачу как я это сделал сегодня вот это будет очень наглядно то есть не раньше подозревал но сегодня кто-то убедился потому что выглядит немножко пугающе то есть вам выпадают вот эти фото он не везде похож на владимира владимировича вот но везде очень серьезный человек в онфас в профиле так далее и тому подобное значит не смена таким вот очень ну вот то что в молодежном слуке называется на сложных щах все время на этих самых сложных щах и там мы чуть чуть попозже будет в выдаче появляться его юношеские фотографии когда он еще в группе мальчишник выступает и там он улыбается а потом ну то есть вот на 10 я думаю на 10-15 фотографий обычных вы найдете одну улыбающуюся вот это особенно когда это вот так вот плитка раскладывается такой там пугающее зрелище на тебя все время смотрит человек который как бы стремится проникнуть в твою совесть своим взглядом потому что ну не ну действительно то есть если человек не улыбается если человек все время так пронзительно смотрит значит он как бы ну ну знает что-то что что ты скрыл то есть это немного пугающее впечатление на самом деле это такая в достаточной степени отработанная уже схема то есть я не хочу опять таки сказать что там дельфин отрабатывает ее совершенно сознательно но она отработана был такой актер наверняка многие его знают бастер хиттон вот он был знаменит как человек который никогда не улыбается вот это был комедийный актер у него немого кино такой соперник чарли чаплина считалось что он даже популярным чем чарли чаплин свое время был вот это был человек который действительно как бы выбрал такой имидж никогда не улыбающегося персонажа ну и даже существуют легенды что он настолько никогда не улыбался что он даже в реальной жизни разучился улыбаться конечно легенда но на данных вот и но опять-таки я прошу сразу не экстраполировать это все сказано на нашу вот нынешнего героя вот то есть понятно для чего это делал бастер хиттон он играл в комедийных фильмах в которых происходили всевозможные нелепые ситуации да и вот эти вот сложные щиты которые он постоянно держал они создавали такой дополнительный комический эффект то есть вот человек там прыгает с крыши повисает на часах там влетает в комнату и обсыпают мукой брюк доской по спине а у него при этом все время лицо вот такой как будто он в парламенте зачитывает какую-нибудь речь о земельном проекте вот и в этом смысле то есть речь в данном случае идет о том что комическое трагическое серьезное но исключительно контекстуально то есть ну один и тот же условно говоря смех каких-нибудь там вот людей смеющихся но условно говоря там невестливым каким-то смехом таким вот истерическим а более-менее там я не знаю там в тесситу или тенора да он может восприниматься в 80 контекстах зловещий смех или добродушный смех вот в случае значит с людьми которые все время выступают на сложных вещах опять-таки самый важный это контекст потому что никогда невозможно понять на самом деле не то чтобы что они имеют в виду потому что они имеют в виду это всегда пес его знает а какой эффект это на вас производит то есть мы можем смотреть на вот серьезного человека вот этого пронзительного человека видящего на нас и в зависимости от нашего контекста это будет производить либо такое ну такое глушительное вот это впечатление того что учета в нашей совести не так да и начал поправить либо это будет производить впечатление ну как бы ситуации человека чудо такой серьезного попустись лет на улице хорошо все попустись и в общем по большому счету то есть я к чему это ведут вообще все вся ситуация с дельфином она действительно очень интересная она в итоге убирается в один и тот же вопрос насколько серьезно мы его воспринимаем я постараюсь это в процессе лекции значит соответственно показать сейчас я вот то как бы того того как я начну завалить музыку я выдвину несколько тезисов а потом попробую их доказать а вы соответственно попробуйте их либо правильно либо с ними согласиться что в первую очередь интересно в дельфине то есть я не знаю насколько вот многие из вас все из вас знакомы с его творчеством поэтому я буду просто говорить как бы из с позиции человека который ну прослушал вот за текущие пару дней всю его ну такую официальную дискографии конечно не полезно в пункты и так далее вот но она довольно солидно у него значит 10 студийных пластинок у него там есть побочные значит проекты у него есть группа мальчишник помните мальчишник вообще немножко они поговорим попозже вот значит у него еще есть какой-то качество правил проектов и в данном случае поэтому я буду говорить как человек который все через себя пропустим и сделал определенный вывод значит первый вывод такой довольно в данном случае на мой взгляд занят действительно в общем у нас такая фигура во многом неприкосновенная в том смысле что он пойдет давно поют серьезные вещи и как бы вот говорить о том что дельфин как бы что-то не доделывает это вот у нас не принято то есть он все время существует на какой-то периферии но при этом на периферии очень уважаемый вот и на мой взгляд периферии берется от одного парадоксального факта и дельфин удивительный музыкальный он значит не умеет играть на каких музыкальных инструментах он в этом сам признается значит в интервью горбачеву он не умеет пить об этом в другом и тому же горбачеву тоже признаются вот значит когда он пытается петь а он всегда пытается петь мы все я надеюсь услышим хватит если времени вот он полет таким довольно сиротской такой интонации значит который поют опять-таки вот мои любимые песни которые в этих случаях сюда вспоминать и опять сегодня пришла такой в нос такая интонация значит вот обычно она связана с подъездом и гитары но вот тут она немножко с другими вещами связано но в общем по большому счету она того же самого как бы генезиса такая тоже в нос немножко вот и что самое интересное значит вот в контексте вообще разговора о дельфине нашем нынешнем контексте разговора он в общем не очень хорошо умеет читать как хип-хопер то есть он 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 как посчитается принадлежащим хип-хоп так могут из таких хип-хоп миру но вот единственное как бы место единственная ситуация в котором более-менее быстро читает это группа мальчишнику при этом круто мальчишнике чуть попозже за виду и попробую проиллюстрировать то что я сказал собственно трек из группы мальчишник там в общем как и все остальные читает достаточно степени неискусно потому что в чем как бы собственно вот это вот техническая искусность читки она в том что все время используется такой переменный метр начитывание то есть постоянно используются какие-то другие длительности ноутные при которых значит соответственно вот это вся ритмическая структура стоп она сбивается постоянно так постоянно происходит такие симптоматические переносы смысловные переносы и так далее то есть искусство чипки вот это самое флоу она состоит не в том чтобы просто быстро таратурить а постоянно уметь менять значит скорость этой самой чипки для того чтобы акцентировать какие-то совершенно разные вещи совершенно разные словесные там и симатические позиции так вот в группе мальчишник они все в общем большому счету читают в достаточной степени однородно хотя и быстро то есть если мы будем считать что у них там так 4 4 кто они там читают 8 если кто-то учился музыки то он понимает о чем я говорю под восьмими и иногда очень редко переходит на 16 внутри олево то есть там в достаточной степени такое однородное что называется начитывание в которую достаточной степени легко войти то есть не то что это легко исполнить прям сходу вот я как сейчас так не смогу сделать вот но если ты как бы немножко что называется вкачался в эту самую музыку и начал тараторить и у тебя не пересыхает во рту то рано или поздно ты нащупаешь вот эти самые восьмые потому что они в общем не меняются такой чистокол так очень аккуратно вот а в своем сольном творчестве и это будет очень хорошо слышно значит он не читает как хоппер вообще он читает просто как человек который условно говоря вышел на сцену и читать стихи и в общем это чисто как бы чистая правда потому что по большому счету его текст и он сам и те кто его окружают воспринимает как стихи он же даже издал книгу стиху по-моему даже не одну но вот одна была точно так расхайплена потому что перед выходом его пластинки на мой взгляд не очень удачным названием андрей вот ну то есть а вот это достаточно степень для меня серьезный такой прокол потому что я с трудом представляю как можно назвать пластинку андрей вот ну то есть конечно назвать можно как угодно можно пола назвать и там не знаю чего можно назвать пластинку хорошо ли это вот такой вопрос вот вот перед выходом этой пластинки он выпустил книгу стихов и не просто выпустила там писалась какая-то куча достаточно стихи известных личностей которые значит эти стихи зачитывали публично эти все зачитывание стихов у дельфина лежат на youtube их можно посмотреть вот то есть такая в достаточной степени акция ну что называется расхайпленная как сейчас говорят распиаренная акция и но самое главное в этом что то есть его текстом часть из этих текстов которые вот эти люди читали там языки книги она пошла в альбом андрей вот то есть это не то что было значит вот как лидер группы рамштайн значит свободное написание безобразных текстов для группы рамштайн премию пишет свои прекрасные стихи на немецком вот это как бы вот но то есть однородным достаточно в степени творчество то есть его как бы вот творчество воспринимается как поэзия а это как я уже дважды вот в течение вот этих вот этот же третий цикл я дважды об этом рассказывает в общем достаточно степени порочная практика как для музыки в целом так и для хип-хоп любви хип-хопа в частности вот именно когда это начинает восприниматься как высокая поэзия и второе что второй тезис который я хотел сказать я в общем его продемонстрирую сейчас первую очередь это то что тесно связано с первым тезисом а значит это тот что у дельфина в достаточной степени такой как бы но ограниченный набор поэтических приемов он в первую очередь связано значит накоплением родительных и творительных падежей я это чуть чуть попозже вот я сейчас просто потом заведу песни как объяснить подробнее вот который указывает в первую очередь на сравнение да и большое количество инверсий то есть у нас в русском языке в общем конечно никак в английском все жестко можно действительно там инвертировать положение там части предложения но по большому счету у нас существует определенная структура у нас начало это определение потом у нас идет субъект потом нас нет предикат то есть да прилагательное существительный глагол вот когда эти вещи меняются местами это указывает на инверсию в этом собственно ничего как бы криминального в отличие вот английского в котором собственно все это был prior спортированный то в речи мастера йода когда мастер Gone просто переносит все структуры предложений с концов начала вот и там это производит крас speakers более комический эффект то есть но даже у нас это призывает комический эффект в английском это производит и маешь и комический эффект вот это вот речь мастера йода это Hosoda классические примеры версии я это все постараюсь показать но возвращаясь к первому тезису что я еще хотел сказать вот когда я говорю что дельфин в достаточной степени музыкальный персонаж я здесь еще не хочу еще не хочу его никак обидеть потому что это вообще-то ситуация достаточной степени обычная для музыки для причем большой такой мастерный пункт музыки потому что у нас есть характерно довольно примером в первую очередь нас лури например да человек который вообще не научился за всю свою карьеру пить и довольно посредством играл на гитаре вот есть более известный всем то улице до который тоже довольно слабо умеет пить и довольно посредством каком-то комбинатор как аккомпаниатор он хорош на фортепиано себе в первую очередь вот атаку как исполнитель он в общем в достаточной степени посредством музыкант инструментарист и тем не менее они ну в общем достигли больших вершин в чем там фишка и в случае с луридом и случае с луидом они достигли вершин потому что они как бы создали свой собственный жанр то есть в силу того что они не в состоянии были конкурировать вот в таком что называется в мейнстримом в общем что называется забеге с другими людьми которые лучшими умели играть на гитаре вот мир марк нокфер он тоже вообще не умеет пить но при этом он хороший гитарист то есть трудно конкурировать в об этом марк нокфер и такая в достаточной степени мейнстрим на рок-поп музыка а лурид это уже немножко другое том вейс уже совсем тем более немного другое вот они создали свой собственный жанр и вот в случае с дельфином довольно интересно что здесь это же схема она сохраняется то есть дельфин по большому счету у нас в поп-рок там я не знаю альтернативные или прочие там независимой музыки занимает отдельное место вы можете в этом убедиться если вы будете читать как-нибудь хип-хоп обзор и так далее он никогда не упоминать практически никогда не упоминается значит среди хип-хоп исполнитель с другой стороны он никогда не упоминается и среди рок-поп альтернативных исполнителей то есть он строго говоря не упоминается вообще никогда за исключением ситуации когда просто речь идет строго о нем то есть есть отдельный жанр под названием дельфин то есть это человек который не подходит в пуп музыку потому что он не умеет пить и играть почитали и не очень подходит в рэп хип-хоп потому что читает он в общем недостаточно как бы вот искусно для вот того чтобы участвовать в баттлах там я не знаю то есть там спорить с оппонентами так далее тому подобные вообще при это самое превозносить свою собственную вот эту профессиональную способность доставлять что называется вот этот самый флоу когда с ним интервью его спрашивают о хип-хопе там это очень хорошо заметно потому что он сразу подбирается и начинает говорить а что это кто это и так далее то есть видно что человек то есть он как бы говорит да я его знаю я его слышала то есть для человека который участвует субкультуре невозможно представить чтобы он причем я слышал оксимирона это не то что я слышал оксимирона оксимирон мой друг он недавно рядом или он наоборот мой злейший враг и с ним недавно значит побатрился то есть эта ситуация как бы взаимообмена а дельфин говорит а я услышал вот мне кажется оксимирон вот фейс да фейс я слышал то есть это человек который на все происходящее реагирует со стороны это не позиция человека участвующего в культуре это позиция человека который находится в ней как бы в стране вот и соответственно возникает ну как бы такой очередной вопрос а что собственно говоря из себя представляет собой представляет значит дельфины в каком жанре работает вот я теперь оставшееся время и постараюсь на этот вопрос ответить значит сейчас я заведу то есть у меня также он подбор такой хронологический я специально выбрал вещи из там из каждого его альбома по одной вещи я выбрал с тем чтобы но эволюция была видна но вот первую вещь я заведу так сказать в обход хронологии чтобы продемонстрировать то что я вам сейчас рассказывал вот эту самую его склонность к родительным творительным падежам и склонность к инверсиям вот но перед этим поскольку у нас все-таки речь идет об одном человеке я не отказал в себе в удовольствии значит проделал свою любимую штуку я забил значит соответственно набил 50 страниц вордовских его текстами песен и провел статистический анализ значит его текстов ну простой программы наш вордстат она не очень такая искусная поэтому там довольно серьезно разброс но тем не менее вот и выяснил какие слова у него в тексте встречаются наиболее часто вот кто может предположить какое слово самое частое нет да да вот мы вот значит я удалил естественно все не стремение я удалил все служебные слова все предлоги все я взял только семантические значимые соответственно вот или всем потому что чаще всего естественно встречается но семантические значимые нет но может быть глагола может быть существительным но почему не догадаетесь его сам не показываю вам вот но на что вы здесь обратите внимание вот эти цифры это собственно говоря это 50 это 50 страниц вордовского текста это довольно много собственно когда я провожу вот такой вот анализ я всегда специально набиваю именно объем текста они по числу песен 50 страниц ворта я набиваю но туда входит в зависимости от длины текста от 70 до 120 песен вот в этот вот набор то есть вполне себе репрезентативный набор вот 29 да вот эта частота которую нашел этот самый вордстат я вам сейчас для сравнения покажу статистику по текстам шнура которую я вам буду назад вот ну то есть да можно спросить опять-таки какое слово было первым если кто знает помолчить не 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 можно так вот уже как вы же все взрослые люди если есть ну в общем опять-таки в прошлый раз нет прошла кстати угадали попытки вот хорошо показывает вот а теперь обратите внимание на собственно я это не лично сравнение вот обратите внимание на числа на с этим то есть люблю любовь в четыре раза чаще встречаются значит вот эти вот слова статистически значимые в текстах шнура чем в текстах сопоставимого текстовального массива у дельфина то есть по большому счету это говорит исключительно о том что как бы у дельфина ну такой довольно серьезный тематический разброс как предполагается потому что я вот опять-таки два года назад этот фокус проделал с тремя людьми значит соответственно с шнуром земфирой и на василием из плена и вот уж на разе фиры показатели были довольно высокие вот первых статистически значимых слов значит вот нужно вообще там за 100 вот у земфиры подвозь это у сприна было вот ровно то же самое что угоди у дельфин там 30 то есть по большому счету это означает что как бы человек не зафиксирован на какой-то определенной тематике у него вроде как бы ты должен быть большой широкий разброс но тем не менее в общем солнце и глаза любовь понятно там день один то есть видно что чем у человека тематика серьезно то есть видно что видно что ну человек поют о серьезных вещах о вещах подлежащих такому большому обобщению до большому важному обобщению потому что из солнца мир глаза любовь из этого уже можно начинать писать какой-нибудь стихотворение в достаточной степени социально значимое это социально философски значимое то есть достаточной степени вы сердце опять таки время то есть попал по полной программе вот все вот эти самые значения которые собственно говоря маркируют и ладно я не хотел произносить это сразу раз так и вообще вообще не маркируют графоман то есть вот все вместе мы все вместе все что я сказал пристрастие к родителям и творительным падежам инверсии это собственно говоря техник только техническое связанное с поэтическим текстом что графоман вылавливает сразу из там пушкина я не знаю процкого блока особенно вот и плюс как бы пристрастие к вот этим самым семантически таким глобальным условно говоря алексином которые поддаются генерализации экстраполяции на такие большие что называется тематические области вот вообще все это очень очень конкретно может пойти на стихи ру и попробовать там произвести эти эксперименты я уверяю вас что вы там найдете утром и все что я вам говорю версии вот эти вот самые генетивы там и так далее и большое количество вот этих мощных сильных таких вот поддающихся абстракции что называется образ вот ну и то есть да вот мы взяли вот всю эту ситуацию в целом да вот человек с вот таким поэтическим даром и с таким самим им заявленным полным отсутствием музыкального дара тем не менее является такой вот большой крупной фигурой нашей музыки вот мы сейчас будем выяснять почему но для начала я вам все-таки продемонстрирую как работают вот эти самые геопоэтические приемы я специально выделил за сейчас я надеюсь выделение сохранилось вот в тексте его до сохранилось вот вот значит вот эти самые версии твои и сам и поддерживаю поэтические музыка Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, в общем, примерно понятно. Да, я выделил эти самые обороты, где вот это вот изобилие падежей, вот эта вот инверсия. Я специально не стал брать уже совсем такие, они там будут дальше встречаться, где просто каждая строка состоит из этого. Я специально не стал брать, чтобы не пародировать эту ситуацию. Но, тем не менее, видно, что в достаточной степени часто это все повторяется. И, собственно, этот прием, это главное, что у него сохраняется, он меняет тематику, он меняет музыкальное, особенно сопровождение. Но вот этот прием у него сохраняется до настоящих времен. Вот это постоянная, значит, соответственно, инверсия и постоянно накапливание вот этих падежей, особенно генитивов и так далее, там подобное. И, то есть, у него, значит, соответственно, в этом смысле создается такая, формируется образ человека предельно серьезного, предельно умеющего, что называется, какой-то создать такой глобальный смысл, что, в общем, он уже начинает напоминать немножко Дант, да, потому что Дант, так как известно, вот после написания Божественной комедии, значит, жители Флоренции считают, что он действительно побывал в аду, потому что нельзя же просто так взять это и описать, да и морда у него красная, вот, видно, поэтому уже, вот. Соответственно, у Дельфина в какой-то момент, там, во второй половине 90-х годов создалась такая вот репутация человека, который, ну, как бы уже побывал, там, одной иной, там, за гробом. Это, в общем, даже отразилось в каких-то, ну, в достаточной степени иронических, значит, ну, сферах, потому что даже у Шнура в песне «Мне бы в небо» есть строчка «Дельфин будет жить, а я умру», она, значит, достаточно парадоксальна, да, потому что он там описывает ситуацию, где, как бы, он никому не нужен, у него такой есть целый цикл наркотических песен, вот, наркоманов, нас наркоманов никто не любит, там, под этим лозунгом это все можно суммировать, и вот одна из них, она «Мне бы в небо», она из этого как раз цикла, и там, соответственно, вот, Дельфин возникает как персонаж, который, ну, наименее, как бы, вот, что называется, обладает наименьшей потенции к выживанию, и, тем не менее, даже он выживет, а я умру, то есть, собственно говоря, там в этом, в этом, по большому счету, иронический смысл, потому что, как бы, Шнур поет ее совершенно вот такими, опять же, сложными вещами, да, абсолютно серьезно, но, собственно, иронический смысл фразы, он в этом заключен, это, в общем, это не мой вымысел, вы можете пойти на Лурк, там, ну, вот, вот, сам Луркмор, почитать статью про этого самого, а, да, Луркмор, он же, хорош тем, что он собирает именно такой вот common sense, да, вот, и там, в общем, значит, соответственно, про его наркотические привычки, про его, значит, тягу к смерти, все это, все спокойно можно прочитать, то есть, вот это, это такое общее восприятие, восприятие дельфина обычно, что называется, слушателем, которое суммировано шнуром в достаточной степени эффектно, вот, как положено в этом смысле шнура, вот, вот, по этих вот двух, там, я не знаю, одной, как считать, строчки, да, дельфин будет жить, а я умру. Вот, то есть, у человека, у человека есть имидж, у человека есть вот эти вот сложные щипы, которые я в самом начале говорил, да, и, собственно говоря, они берутся не, как бы, не из каких-то там внешних действий, потому что внешний дельфин достаточно степень, действительно, человек, ну, он не лезет никогда под софиты, он никогда, значит, не участвует в скандалах, ничего такого, ничего подобного, но человек в этом смысле очень порядочный, и вот из его интервью, в общем, возникает впечатление, действительно, человек очень серьезный, очень порядочный, который не пытается с интервьюером играть в кушке-мышке, а говорит, собственно, то, что он думает, и, в общем, он говорит в достаточной степени не глупые вещи, то есть, по большому счету, это не какой-то придуманный, разыгранный ему лиц, что действительно себя так чувствует и себя так ведет. Ну, вот, в связи с этим стоит вспомнить все-таки, с чего он начинал, да. Что-то вообще одна песня, да? Нет, там их, на самом деле, много, в достаточно степени. Их там трое, но и дельфины легко опознать, потому что они славятся на то, как-то он что-то. Мы познакомились с Чиксой, она была хороша. Мы не помнили, ее поднималось душа. Она была лучше все, она была просто в лес. Меня возбуждал ей облегать и разрез. С нее, который я срывал, огоня ей грудь. Она была великолепна, а в этом все. Но, как оказалось, не только я, ее имели все. Секс, 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 как это мило. Секс, секс, без перерыва. Секс, секс, как это мило. Секс, 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 как это мило. Секс, секс, без перерыва. Секс, секс, как это мило. Секс! На одной с вечериной, как всегда, хорошо. Я помню, выпили что-то. И сколько съели еще? Мы зависали втроем. Мы забыла все дела. Кто открывает дверь, и не порой она. Немного выпить, и немного погури. Ну, вы просто обратите внимание на очень равномерную вот эту вот самую читку, которая практически не сбивается с вот этих вот восьмых, очень несколько она там делает паузы, причем даже не синкопируя, просто паузы какие-то делают в тексте. Они все трое так читают, и они все так трое читают на протяжении всего, как бы же, вот этого корпуса, что называется творчественной группы мальчишек. Секс, секс, без перерива, секс, секс, как это мило, секс, 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 как это мило, секс, секс, без перерива, секс, секс, как это мило, секс. Я вернулся к друзьям, набил так ангина и рассказал, как хорошо все это делает, она, на что мне, дэн, сказал, я тоже был бы не против, послушай-ка, ты должен мне помочь, я сказал, конечно, хочу весь черед, она, наверное, тебя давно, давно уже ждет, и это было верно. То, что я сказал. За это время она не покидала диван. Да, ну, собственно, и так далее, да, группу мальчишек, я прекрасно помню, как она появилась, вот, как вышла ее пластинка, в общем, как это, ну, то есть мы, как старые контркультурщики, конечно, возмутились по явлению такого безобразия, безусловно, такого бездуховного безобразия, вот, да, а теперь слушаем это все в библиотеке. Вот чем все, чем, как бы, закончилось наше возмущение. Ну, в общем, действительно, проект был в достаточной степени эффектный, ловкий, ну, почти такой же эффектный, ловкий, как проект «Кармен», да, то есть, с одной стороны, коммерческий его можно было продавать, он всегда очень хорошо продавался, это была такая бомба, но с другой стороны, в достаточной степени иронический, то есть они в итоге в ироне-то заигрались, потому что они, значит, записали песню «Секс-контроль», она у меня есть, то я вам ее заводить не буду, потому что мы нарушим закон Российской Федерации, она запрещена Роскомнадзором, значит, это как экстремистский материал, как экстремистский материал, значит, она запрещена, поэтому мы не будем ее в публичном, значит, соответственно, пространстве озвучивать, ну, такая российская песня о том, что девушкам надо спать с белыми людьми, а не с черными, вот, ну, то вы придете послушать, она изделяется, особо слушать нечего, по большому счету, но совершенно понятно, что, как бы, люди это все, ну, то есть, люди эти все, у них еще была песня про Майка Тайсона, которого как раз тогда посадили, значит, по, как в то время считалось, на вету, значит, вот его девушке, которую там разбил, значит, голову одним ударом кулака, вот его посадили, и там все неаконы там и так далее, они выступали за то, чтобы его выпустить, потому что его якобы оболгали, вот, ну, и у них тоже была песня Майка Тайсона, Майка Тайсона, типа, нам нужна твоя сила, нам нужна твоя свобода, если я не ошибаюсь, вот, то есть, по большому счету, люди реагировали на все горячие темы своего времени, в достаточной степени провокационно, эффектно, и, вот, что называется, без томазу, вот, что их в итоге привело к созданию песни, запрещено Роскомнадзором, и к тому, что их, значит, в итоге запрещать даже на телевидении, для которого, по большому счету, весь проект и делался, потому что, значит, соответственно, на телевидении послушали про секс без перерыва, и решили, что, как бы, несмотря на то, что у нас, значит, классности, и вообще СССР распался, но как-то все-таки это не очень канает, вот, вот, и, по большому счету, было такое небольшое идеологическое окно, во время которого это все могло звучать, но оно появилось гораздо позже, это с 96-го примерно года до, примерно, условно говоря, 2011-го. Вот 15 лет было такое окно, когда это все могло действительно существовать, а до этого и после этого вот такие вещи, в общем, начали тогда пресекать, про то уже сейчас пресекать, вот, то есть, по большому счету, это была такая вот провокация, коммерческая очень провокация, Дельфин сам говорит, что он, как бы, занимался этим занятием в виде такого коммерческого проекта, и когда это все стало его напрягать, он ушел из этого коммерческого проекта, вот, ну, вот, что называется, без тормозов, и, мне кажется, он ушел, он, в общем, этот урок усвоил, потому что дальше у него, в общем, определенные тормоза включились, я это попробую, опять-таки, в провозлении лекции показать. В данном случае, значит, соответственно, я хочу сейчас завести песню, которую он пел в таком, в проекте тоже, в котором он был лидером, туповый гай, в проекте, который существовал одновременно с выходом вот этой пластинки, я сейчас заведу песню, она переиграна потом, несколько позже, но она уже существует в 91-м году, тогда же, когда вот этот вот самый, вот этот секс с перерыва вышел, существует еще вот такая песня, тоже в исполнении «Дельфина». Ракеты и танки присутствуют. На рисунках нет солнца и капель дождей, убитых бумаги, пишут в этом слухи, для всего этого фону только черный дым, горящие дома, разрушенные стены, ни один полет, огня обходит этот димон, на рисунке вижу тракт, его не вижу лица, но каждый убивает лишь чужого. Не убивай, не убивай, не убивай, не убивай, не убивай, не убивай, разрушенные снаряды были на огонь, здесь забава детей и тут же взрослый поль, черный красный, белый цвет, как будто никаких других цветов больше нет, на пустом листе бумаги пока гладь, и тише, штык, брокий карандаш, стилиз. Ну вот, что тут интересно? Тут интересно, по большому счету, то, что это, ну помимо того, что вот эта музыка звучит одновременно с «Крупой мальчишнику», вот ровно в этом же самом году, тот же самый человек, значит, поет вот такой вот серьезный текст. Тут интересно то, что по большому счету это вот такая апроприация и такая ретрансляция советского как бы представления о том, что такое мир, что такое детство, что такое воспитание и так далее. По большому счету это очень советская эмблематика, да, которая, аксиология, которая здесь в этом тексте репрезентируется, очень советская. То есть вот есть ребенок, который рисует на бумаге, то есть сразу можно вспомнить вот эту девочку, которую делала, да, вот оригами, да, вот эта вот японская девочка. Ну, те, кто постарше, может быть, помнят, потому что в советское время, даже фильм про нее сняли, такой пункт документария, в советское время во всех школах рассказывали про вот девочку, которая умирала от лучевой болезни, ей какой-то мудрый очередной СССР сказал, что, значит, если она сделает там какое-то количество тысяч, по-моему, этих журавликов, она не умрет. Ну, и она типа заняла себя делами журавликов, естественно, умерла, вот, но это самое, но типа, ну, да, вот советский нарратив вот примерно так и выглядит. Вот, вот, но тем не менее, значит, это самое, она вдохновила всех детей по всему миру, у тебя есть журавликов. Ну, собственно говоря, я вам воспроизвожу то, что мне рассказывали в школе, то есть достаточно более таком циническом варианте, ну, я вам по большому счету практически тематически, практически дословно воспринимаю то, что я слышал в советской школе. То есть там даже не говорили, естественно, умерла, вот, но, в общем, как было с трагическим лицом, с нас, опять-таки, на трагических щах говорили, что девочка умерла, вот, но тем не менее, дело ее живет, журавликов сидел по всему миру. Вот, то есть вот это вот представление о том, что дети каким-то образом, значит, символически протестуют против войны, или, наоборот, символически поддерживают войну, что дети – это как бы такое зеркало, проекция вот в каких-то взрослых, значит, соответственно, интенций, и, по большому счету, проекция, в которой мы можем увидеть подлинную сущность этих интенций, она абсолютно советская, по большому счету. Сейчас ее вот в педагогическом, в такой воспитательном, воспитательном параде не существует. То есть вот в достаточной степени, ну, то есть это надо поискать, чтобы встретить человека, который сказал, вот, тут ребенок нарисовал, человек с пистолетом, это значит, что он за войну. Вот, это надо поискать человека. Вот в советское время это было абсолютно естественно. И вот дельфин здесь эту вот самую советскую риторику воспроизводит. То есть, по большому счету, опять-таки, оставляя в стороне, хотя и не выбрасывая полностью из сферы внимания, то, что он в это же время пел в мальчишнике про секс без перерыва. Вот, вообще, строго говоря, аксиология-то у него совершенно советская. И вот, вы дальше будете в службе, вы это тоже держите в голове. Вы в какой-то момент, я надеюсь, заметите, что эта аксиология у него не меняется. То есть вот в то настоящее время она не меняется. Это ровно та же самая аксиология человека, которая ссылается на детей, как на вот такое вот зеркало, как на такую вот проекцию взрослого опыта. И то есть, если дети не будут заниматься какими-то вот этими вот ужасными вещами, типа рисования танков на бумаге, значит, все будет хорошо. То есть, это такой маркер того, что все отлично, все хорошо. Главное, чтобы дети танки нарисовали. Ну и, значит, соответственно, вот он в какой-то момент уходит, значит, из вот группы мальчишников, из этой, и начинает заниматься сольным творчеством. Вот мы уже переходим, собственно, непосредственно к дельфину. И, как бы, ну, чтобы понимать, что вот это то советское, о котором я только что говорил, оно очень риторично. То есть, по большому счету, оно подкрепляет себя и вот каким-то определенным такими риторическими ходами, риторическими образами, в достаточной степени многословными. И вот, соответственно, значит, дельфин с этим багажом начинает пытаться быть хип-хотером. Ну, я опять-таки призываю вас не обращать внимания на мои какие-то слова, которые могут быть как оценочные, потому что, ну, я вообще в достаточной степени иронично ко многому отношусь. Вот я в данном случае просто, ну, что называется, чтобы не скучно было, какие-то вещи говорю. Просто вот, значит, послушайте, как дельфин, значит, исполняет текст на пластинке, и которая у нас признана одним из высочайших достижений российского хип-хопа. КОНЕЦ А, ну да, вот в тот момент, когда он говорит в интервью, что он не умеет играть на инструментах, он нам объясняет, почему он пригласил гитаристов в свой коллектив, они там было время вдвоем писали музыку, он говорит, что вот, вот, вот того я пригласил этого гитариста, он вообще не понимал, говорит, откуда им брать музыку, и он ее, по большому счету, право нарезает сэмплы из других пластинок. Вот здесь очень хорошо слышно, потому что вот эти саксофоны, это срезанная дорожка из группы «Морфин». Вот. И, значит, соответственно, явно совершенно срезанные, без попытки там выплатить какие-то за этот самый сэмпл. Вот, срезанные, причем в чистую, то есть не без каких-либо отработок. Ну, то есть, понятно, как по тематике, понятно, как это звучит. Значит, вот у такого формы сказания есть такой довольно парадоксальный портатив в нашей пол-музыке. Это ранние записи Юлия Лазы. Вот. Еще когда он назывался «Принус», вот «Девочка сегодня в баре», значит, которые в свое время, ну, когда я был еще в школе, когда мы их слушали, они воспринимались как такой, значит, проповедь вот западного образа жизни и так далее, и тому подобное. Потом, когда, ну, я стал постарше, когда мне стало там 30, я это прислушал и потрясся тому какой-то абсолютно комсомольский, значит, такой вот осуждающий, такой, значит, вот иронически осуждающий нарратив. Вот. Здесь, в общем, происходит примерно та же самая ситуация. То есть, человек включается вот в эту, вот, в игру по описанию, значит, плохих, плохих, значит, соответственно, каких-то деяний, в данном случае, соответственно, распространения наркотиков, но при этом включается так, что сразу видно, что он это мероприятие осуждает. Вот. Что он, как бы, это поет не в качестве какого-то амбивалентного, такого, значит, описательного нарратива, в рамках которого все могут сделать свои собственные выводы о том, хорошо это или плохо. А он, как бы, сразу объясняет, вот я проют плохого человека. Вот, более того, у него там в конце, вот, последние, значит, соответственно, четыре строки, поглядите, у него там такой абсолютно богоборческий мотив, то есть, по большому счету, дилер, в данном случае, выступает в роли бога, человека, какого-нибудь человека, значит, существа, от которого вот человек полностью зависит, и существа в достаточной степени злобного. Эта тематика у него и дальше сохранится, я потом, значит, мы дойдем до этого, я потом покажу, во что она трансформировалась у него в итоге, но здесь, опять-таки, в отличие, вот, собственно, от самого посыла песни, от самого посыла, который, в общем, в достаточной степени напоминает такую комсомольскую пропаганду, вот, здесь еще, по крайней мере, это проделано в достаточной степени изящно, потому что дальше он начал уже лупить просто из пушки, вот, что называется, по всем фортам. Вот, и, соответственно, дальше вот из этой же пластинки песня, она называется «Дельфин», я ее специально отобрал, потому что он же дельфин, да, мы же должны понимать, что он, как бы, что он вкладывает в это, кем он себя, по большому счету, поображает, что называется, с какого он района. Вот. Продолжение следует... 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 Она стояла на том, что искусство доносит правду, а это абсолютно уязвимая позиция, которая в первую очередь приводит к этой самой новой искренности. В советское время эта новая искренность воплощал поэт Осадов, безумно популярный. Именно в силуэт. Потому что все знали, что поэсия должна говорить правду, а Осадов приходил и говорил, собственно, вот это, вот любовь хороша. И вот эта самая новая искренность, которая сейчас называется новой искренностью, вот в этой ситуации, как бы, ну, употреблю это ужасное слово, да, постмодернистского переосмысления всех, значит, дискурсивных практик, когда дискурсивная практика очень старая, всем надоевшая, уже как бы обрытшая, вот зачем ее опять вытаскивать, постмодернистская ситуация делает это следующим образом. Он представляет к нему пост или новое. И говорит, да, это то же самое, но новое. И то же самое, но пост. Вот. То есть, по большому счету, вот такая вот новая искренность, и если вы, значит, вот наткнетесь там, ну, на какие-то образцы этой самой современной искренности, ну, как певица Гречка, например, на образцы вот этой вот искренности, вы, в принципе, теперь будете понимать вот этот геновиз, собственно говоря, этой самой новой искренности, потому что действительно дельфин, и он был действительно очень популярен среди, как бы, ну, вот условно говоря, подростков 90-х годов, конца 90-х годов, он был безумно популярен, его все слушали. Я куда не приходил, я тогда работал там в нескольких местах, ну, в том смысле, что он должен был приходить в эти офисы, я там приходил, там сидели вот эти вот мои колени молодые, и у них у всех, значит, вот этот вот фигач. Вот. Он был безумно популярен именно в силу того, что в 90-е годы, 2000-х продолжился, но уже в таком более дисперсивном варианте, возникло ощущение практически у всех, что нужно что-то делать, чтобы, типа, вот, ну, быть на передовой, на острие и так далее. Все пытались что-то из себя изображать, кто-то там, как Кинчев, ушел в православие, там, значит, вот этот национализм, там кто-то там еще куда-то ушел. Потом появился шнур, который это все вообще, значит, вот, и превратил вот в такой, в балаган. Но там самое важное, что вот не было вот такой вот монстрима серьезности, потому что если ты хочешь слушать Кинчева, ты будь добрым, быть русским, православным и так далее, иначе ты не сможешь его слушать, ты не поймешь, что почему он тебя зовет. Вот. А здесь можно было оставаться вот самим собой, вот там, вот, сегодня сделаешь хорошо, а завтра плохо, вот. И, собственно говоря, неохота к этому пристегнуть ни русскую нацию, ни православие, ни террориста Ивана Помидора, ничего неохота пристегнуть, просто вот есть такая стихия. И вот Дельфин, собственно говоря, именно эту ситуацию описывал и, как бы, давал ей голос. То есть он был голосом вот этого самого бытового, естественного ощущения, причем поэтизации. То есть, собственно говоря, того, у чего и есть задача поп-музыки. Он поэтизировал абсолютно вот это бытовое ощущение, значит, романтической влюбленности в мир или невлюбленности, там, или в неразделенности мира, там, и так далее, там, и подобное. И, по большому счету, вот из этого всего сантимента и вытекла эта самая современная новая искриска, которая сейчас подается как некий такой вот постмодернистский жест. На самом деле, в общем, ничего особо постмодернистского в этом нет, это вот ровно действительно вот такое вот хлопание ресницами. Он говорит, да, да, жизнь хорошая, любовь хорошая, не любовь плохая, не жизнь хорошая. Вот, и вот как бы ее родился. Вот, такая история. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ